В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме живёт самая обыкновенная шведская семья по фамилии Свантессон. Семья эта состоит из самого обыкновенного папы, самой обыкновенной мамы и трёх самых обыкновенных ребят, Босса, Беттон и Малыша. А я вовсе не самый обыкновенный малыш. Да нет, обыкновенный. Нет, не обыкновенный. Постой, постой. Ну разве мало на свете мальчиков, которым семь лет, у которых голубые глаза и курносый нос, у которых немытые уши и разорванные штанишки? Да нет, сомневаться тут нечего. Обыкновенные. Хотя, пожалуй, однажды с малышом случилась не совсем обычная история. Вот как это началось. Девять часов. Малыш, уже давно пора спать. Где же он? Босса, ты не видел малыша? Нет, мам, не видел. Мы играли в футбол. А ты, Беттон? Нет, я была у подруги. Ну вот, что же с ним делать? Добрый вечер. Здравствуй, папа. Добрый вечер, папа. Дети. Может, папа знает? А малыш спит? Его до сих пор нет дома. Как? Опять? Да. Вот несносный мальчишка. Это переходит всякие границы. Вот он явился. Значит, что другие не могут его трогать. Так, хорош. Боже мой. Боже мой. Ты подрался? А нос-то нос. Ой, вытри нос. Фи. Ой, и такая шишка на лбу. Ой, мама. Так это же Кристош швырнул в меня камни. Ну что же ты сразу не пришёл и не сказал мне? Что толку? Ты же не умеешь кидаться камнями. Неужели ты думаешь, что я стану бросать камни в Кристош? А чем же ты ещё можешь в него бросить? Малыш, поди-ка сюда. Я слушаю, папа. Скажи, пожалуйста, кто тебе позволил до сих пор слоняться по улице? Если б ты только знал, папа. Ну что я должен знать? Я встретил на улице щенка. Опять? Нет, нет. Это был такой милый, такой прекрасный щенок. Он так махал хвостом. Ты знаешь, он, наверное, хотел стать моим щенком. Но Кристош... Ты же отлично знаешь, малыш, что ни мама, ни я не хотим держать в доме собаку. Да-да, не хотим. Да, я это знаю. Иди спать. Иди спать и постарайся стать послушным мальчиком. Доброй ночи. Доброй ночи, папа. Доброй ночи, дети. Доброй ночи, папа. Доброй ночи, папа. Да, похоже, вот так всю жизнь проживёшь один без собаки. Вот у тебя, мама, есть папа, босса, бетон. Босса, бетон и ты. Да. Но ведь это у тебя, а у меня кто? Дорогой малыш, ведь у тебя все мы. И потом у тебя есть друзья. Кристор и Гунила. Кристор. Ты, наверное, забыла про мою шишку. А потом у Кристора есть свой собственный живой щенок и своя собственная младшая сестра. А у меня нет совсем никого. Малышу действительно стало казаться, что у него никого и ничего нет. Впрочем, у него был свой собственный уголок в детской. И он туда и отправился. Кристор. 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 А у меня совсем, ну, совсем никого нет. Стоял ясный весенний вечер. Окна были раскрыты. Медленно раскачивались белые занавески, словно здоровые с маленькими бледными звездами, только что появившимися на чистом весеннем небе. Малыш облокотился о подоконник и задумался. Что-то он сейчас делает, тот щенок. Наверное, лежит в корзинке, на кухне. Какой-нибудь мальчик сидит рядом с ним на полу и гладит его, и разговаривает с ним. Да, похоже, что вот так всю жизнь проживешь один, без собаки. Малыш тяжело вздохнул. Ему захотелось плакать. Было уже довольно поздно, и все маленькие дети давно спали. Малышу тоже очень захотелось спать. И тут он вдруг услышал какое-то слабое жужжание. И вот, как это не покажется странным, мимо окна пролетел маленький толстый человечек. Набрав высоту, он сделал небольшой круг над крышей, облетел вокруг трубы и пронесся мимо малыша, как настоящий маленький самолет. Потом он сделал второй круг, потом третий. У малыша просто дух захватил от волнения, и по спине пробежали мурашки. Ведь не каждый день мимо окон пролетают маленькие толстые человечки. А человечек тем временем замедлил ход и поравнялся с подоконником. Хэллоу, можно мне здесь на минуточку приземлиться? Да-да, пожалуйста, я очень рад. Привет. Здравствуйте. Скажите, а трудно так летать? Мне? Ни капельки. Ведь я Карлсон, который живет на крыше. На крыше? Ну, конечно. А где же еще? Я самый лучший в мире летун. А тебя зовут малыш? Да. А почему вы догадались? Потому что я лучший на свете отгадчик. Всех малышей всегда зовут малышами. Я это сразу угадал. Здорово, а? Ха-ха-ха-ха. Да. Хотя по-настоящему меня зовут Свантес Вантесен. Ну, это пустяки. А сколько тебе лет? Скоро уж будет восемь. Восемь? Ну, конечно, восемь. Я сразу догадался. Здорово, а? Ха-ха-ха-ха. Да, очень. А сколько вам лет? Мне? Я мужчина в самом расцвете сил. Больше тебе ничего не могу сказать. Понятно? Не очень. Почему? Я красивый, умный, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Попопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопоп. Хочешь со мной дружить? Говори мне ты. Согласен? Конечно. Ещё бы. Ну, тогда давай играть. Но ведь уже поздно. Мне велели ложиться. Пустяки. Играть гораздо интереснее. Это что у тебя тут на книжной полке? О, это моя новая паровая машина. О, давай запустим её. Понимаете, без папы нельзя. Её можно запускать только с папой или с боссом. С папой, с боссом или с Карлсоном, который живёт на крыше. Ну-с, давай запускать машину. А вдруг войдёт папа? А мы закроем дверь на задвижку. Вот так. Но... Спокойствие, только спокойствие. В этой бутылке что? Динатурат? Динатурат. Ой-ой-ой, куда ты его льёшь? Ах, ну вот, на полке пятно. Что скажет мама? Пустяки. Дело житейское. Так и передай своей маме. Ну-с, а теперь я зажигаю спирт. Вот так. Сейчас машина начнёт работать. Слышишь? Так-с, так-с. А теперь прибавим скорость. Ещё. Так. Фу, больше нельзя. Она взорвётся. Пустяки. А ну-ка ещё. Вот это я понимаю. Так. Ой, не надо. А ну-ка ещё. Не надо. Пустяки. Ведь я лучший в мире специалист по паровым машинам. А ну-ка ещё. Так. Взорвалась. Ха-ха-ха. Честное слово, взорвалась. Она взорвалась. Ура. 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 Вот это здорово. Ха-ха-ха. Ой, моя паровая машина! Ну что ты, что ты, что ты, ну перестань плакать. Это пустяки, дело житейское. Я дам тебе еще лучшую машину. У меня их несколько тысяч. Ну да, несколько тысяч. Ну конечно, уж штук двести наверняка. Правда? Совершенно верно. Десятка-полтора уж обязательно. И ты мне дашь одну? Ну конечно, обязательно дам. Малыш, малыш, боже мой, что у тебя случилось? Почему ты заперсал? Открой сейчас же. Ух, как они сейчас рассердятся. Спокойствие, только спокойствие. Ты же получишь другую машину. Сейчас? Ну, как тебе сказать, на днях. Значит, ты еще ко мне прилетишь? Ну разумеется. А теперь мне некогда. Нужно лететь в мастерскую, смазать мотор. А то он что-то барахлит. Ну, привет. Что же теперь будет? А было вот что. Дверь открылась. И в детскую вошли папа, мама, боссы и Беттен. Ну и разговор, как вы сами понимаете, получился не из приятных. Ну, итак, его зовут Карлсон. Да, его зовут Карлсон. И он живет там, наверху. Где? На крыше. Вот. Что за фантазия? Где же это он там живет? В домике. Вот где. И никто его никогда не видел. Даже трубочист. Ну, трубочист, может быть, и видел. Только он тебе не рассказывал, потому что ты никогда ничему не веришь. Мама, он грубит. И не думаю. Мам, оставь его, Беттен. Малыш, милый, ну почему же ты упрямишься? Ты ведь так напугал нас. Настоящий взрыв, и тебя же могло убить, неужели ты не понимаешь? Я понимаю, мамочка, но ведь Карлсон не нарушил его. Надо отвечать за свои поступки, а не сваливать вину на какого-то Карлсона с крыши, которого вообще не существует. Ну, ну что же ты молчишь? Нет, он существует. Да еще летать умеет. Да. Что ж у него крылышки за спиной? Нет, у него пропеллер. Ой, пропеллер. Что? Да, а на животе кнопка. Когда он ее нажимает, вот так. За спиной у него начинает работать моторчик, и пропеллер вертится. Ну? Вот. И Карлсон летит туда, куда ему хочется. И к нам может прилететь. Замолчи. Ну и врет. Нет, не вру. На самолетах и вертолетах могут летать все люди, а Карлсон один умеет летать сам по себе. Если так, пусть твой Карлсон прилетит к нам завтра. Да-да, пусть. Ну, завтра еще он не прилетит. Завтра он будет занят. Ох, чем это? Ему нужно слетать в мастерскую и смазать свой мотор. Ой. Ну, это уж слишком. Ну, хватит. Хватит тебя болтать с Карлсом. Да, ты лучше погляди, на что похожа твоя паровая машина. Ну, мамочка, Карлсон говорит, что это пустяки, дело житей. О, вот, значит, как говорит твой Карлсон. Ну, так передай ему, что если он еще раз сунет сюда свой нос, то я его так отшлепаю, век будет помнить. Ну, а сейчас в постель. В постель. Да-да-да. И немедленно спать. И чтоб ты думать больше не смел о своем этом... Карлсе. Конечно, малыш лег в постель. И, конечно, немедленно заснул. Ведь было уже поздно. Папа, я встретил щенка. Он так махал хвостом. Он, наверное, хотел стать моим щенком. Да нет, нет, мама. Ты же не умеешь кидаться камнями. У Кристора есть свой собственный живой щенок и своя собственная младшая сестра. А у меня... У меня нет никого. Карлсен. Карлсен. Они мне не верят. Говорят, что ты выдулка. Утром, как всегда, малыш отправился в школу. Ему некогда было вспоминать о Карлсене. Но когда прошел день, он вдруг почувствовал, что очень соскучился об этом бодром, веселеньком человечке, который так потешно махал своей маленькой рукой и приговаривал, неприятности это пустяки, дело житейское, расстраиваться тут нечего, спокойствие, только спокойствие. Неужели Карлсен больше никогда не прилетит? Нет, спокойствие, только спокойствие. Карлсен ведь обещал, а он человек, которому можно верить. Это сразу видно. Он прилетит, наверняка прилетит. Привет, малыш. Привет, Карлсен. Ух, как хорошо, что ты прилетел. Я так соскучился по тебе. Ну, а тебе еще не купили новой паровой машины? Нет, и не купят. Они не верят мне, говорят, что ты выдумка. Я выдумка? Я? Пусть они придут сюда и посмотрят на меня. Ты хочешь познакомиться с моими мамой и папой? Ну, конечно, с восторгом. Им будет очень приятно на меня посмотреть, ведь я такой красивый, умный, в меру упитанный. Послушай, послушай, малыш. Послушай, чем это так вкусно пахнет? Это мама жарит мясные тевтели. Мясные тевтели? Я обожаю маленькие, кругленькие мясные тевтели. Так принести тебе несколько штук. Ну, разумеется. Иначе я никак не смогу познакомиться с твоими мамой и папой. Ну, какое же знакомство на голодную желудок? Ну, ну, понеси. Ну, скорей. Ну, понеси, скорей. Сейчас. Сейчас несу. Мама! Мамочка! Мамочка милая, положи мне, пожалуйста, несколько тевтелек. Что ты, сынок, сейчас мы сядем за стол. Я знаю, но мне это очень-очень нужно. Ну, пожалуйста, мама. Ну, хорошо, хорошо. На, возьми. Ух, какие румяные! Ух, какие тевтели! Ну, вот. Вот принес. На. Просто на редкость вкусные тевтели. Можно подумать, что их делал лучший в мире специалист по тевтелям. Но ведь ты, конечно, знаешь, что это не так. Малыш, мы садимся один. Значит, ты познакомишься с ними, а? Ну, я же тебе сказал, веди их, а я пока поиграю. Вот. В твои кубики поиграю. Пожалуйста. Из них можно сделать автомобиль, подъемный кран и... Послушай, неужели лучший в мире строитель не знает, что ему строить? Ну, иди. О, тевтелек, хорошо. Вкусно. Мамочка, можно мне? Пожалуйста, Бэтмен. Мама, а мне еще две. На здоровье, босс. Вкусно. Мама. Да. Обещай мне одну вещь. И ты, папа, тоже обещай. А вдруг ты опять попросишь собаку? Нет, не собаку. Хотя собаку это было бы так хорошо. Но это совсем другое. Обещайте, что вы обещаете. Ну, хорошо, хорошо. Только скорее обед стынет. Значит, вы обещали насчет паровой машины ничего не говорить Карлсону, который живет на крыше. Да? Интересно, как они смогут что-нибудь сказать ему, раз они все равно с ним никогда не встретятся? Нет, встретятся. Потому что Карлсон находится сейчас в детской. Ну, что ты говоришь? Ой, ну я сейчас подавлюсь. Карлсон сидит в детской. Да, представь себе, сидит. Я сидит. Ну что ж, нам было бы очень приятно познакомиться с Карлсоном. Да, очень приятно. И Карлсон тоже так считает. Вот как. Ну, ну пойдемте. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Ну, прошу вас, входите. Карлсона в комнате не было. Нигде. Зато на полу возвышалась башня из кубиков. Очень высокая башня. И хотя Карлсон был лучший в мире строитель, на этот раз он просто ставил один кубик на другой. Так что, в конце концов, получилась длинная-предлинная узкая башня, наверху которой лежала маленькая, круглая, мясная тихтилька. А еще хотел со мной дружить. Да. Жалко все-таки, что у меня нет щенка. Он бы никогда не поступил со мной так. Карлсон, который сам предложил малышу свою дружбу, Карлсон исчез. Удрал как раз в тот момент, когда ему нужно было познакомиться с мамой и папой малыша. Как сердился папа, как смеялись старший брат Босса и старшая сестра Беттен. А мама, она, конечно, добрая и хорошая, но разве ей могло понравиться, что ее тевтелями украшают башни из кубиков? Это была очень тяжелая минута для малыша. Вот уже три дня прошло с тех пор, как это случилось, а малыш все еще был очень расстроен. Ну, малыш, ты уже выучил уроки? Ну, конечно, выучил. А что вам задали сегодня? Да уж немало. Целый длиннющий алфавит. О, и ты его знаешь? Ну, конечно, сперва идет А, потом все остальные буквы. Ну, хорошо, я потом тебя спрошу, а сейчас можешь погулять. Не хочу. Почему же? Так. Что это значит? Я тебя не понимаю. Ну, так. Я уйду, а вдруг он прилетит. Кто? Карлсон. Опять от Карлсона. И когда ты оставишь эти глупые выдумки? Знаешь, малыш, я думаю, что тебе лучше побольше играть с Гунилой и Кристором и поменьше думать о Карлсоне. Они вовсе не хотят со мной гулять. Разве? А посмотри-ка в окно. По-моему, тебя кто-то поджидает на улице. Ну-ка. А, Кристор, Гунила. Ну вот. О, он привёл с тобой Афу. Афа, пёсик, Афа, Афа. Кристор, подожди, я сейчас к тебе привеку. Здравствуй, Гунила. Здравствуй, малыш. Здравствуй, Кристор. Ты привёл с тобой Афу, да? Почему же мне не погулять со своей собакой? Я думаю, на свете ничего нет лучше хорошей собаки. А можно мне её погладить? Ах, Кристор, ну разочек. Один раз погладил. Ух ты, ух, Афа, у пёсика. Стой. Ты её уже не один раз, а пять раз погладил. Кристор, фу, какой ты жадный. Что, от Афы отвалится кусочек, если малыш её ещё разочек погладит? Не отвалится? А что же это за собака, если она будет каждому позволять себя гладить? Афа, ко мне. Ну, хорошо. Не нужно мне твоего Афы. И никого мне не нужно. У меня есть Карлсон. Кто? Карлсон, который живёт на крыше. Где? На крыше. На крыше никто никогда не живёт. Да. Нет, живёт. Не живёт. Нет, живёт. Не живёт. Живёт. Выдумываешь. Ну, конечно, и Кристор, и Гунила ему тоже не поверили. Малыш ещё раз убедился, что он совершенно одинок, подставил Кристору шишку и возвратился домой мрачной, как туча. Положи тебе цветной капусты, малыш. Нет. Лучше умереть, чем есть цветную капусту. Так воспитанные люди не говорят. А ведь ты хочешь быть воспитанным человеком. Нет. Я хочу быть таким, как ты. Малыш, что ты говоришь? Таким, как папа. Он ведь очень хороший. Я тебя очень благодарен. Но, может быть, ты всё-таки будешь есть капусту? Нет. Лучше умереть. Ну, хорошо. Пусть пьёт чай. Я ему приготовлю бутерброды. Скажи-ка мне, малыш, тебе не будет скучно, если ты останешься вечером с Боссой и Беттой? Мы с папой собираемся в кино. Ну, что ты, мама? Зачем мне скучать? Только ты отвернись на минуточку, мама. Почему? Ну, ты говоришь, что не можешь видеть, как я грызу сахар, а я хочу взять кусок. Ну, хорошо, хорошо. А теперь до свидания. Ложись спать ровно в восемь. Когда мы вернёмся, я приду сказать тебе спокойной ночи. Ладно. Ты уже совсем уходишь? Да. А почему ты спрашиваешь? Я бы хотела взять ещё кусок сахара. Ну, только один. До свидания. До свидания. Малыш, они ушли? Ушли. Ну, конечно. Люди идут в кино, а я должна сидеть дома, да ещё мыть посуду. А, сахарница пуста. Интересно, что скажет на это мама? Ничего, если ты не будешь жаловаться. Ну, хорошо. Я не буду жаловаться, но с одним условием. Малыш, слушай. Оставайся с боссы. Мне хочется немножко погулять. Ну, такой славный вечер. Пожалуйста. Очень хорошо. До свидания. Беги, беги. Ну, гораздо лучше, когда мужчины остаются одни. От женщин только лишний шум. Малыш, Беттон ушла. Беттон бегом побежала. Так. Вот что, малыш. Ну-ка, поди сюда. Давай мы поговорим с тобой. Я слушаю. Как мужчина с мужчиной. Ну, конечно. Что бы ты сказал, если бы тебе пришлось посидеть вечерок дома одному, а? Как? Совсем-совсем одному? Да, совсем одному. Ты понимаешь, сегодня финальный матч. Невозможно пропустить его. Ну, да. А мне нельзя пойти с тобой? Неудобно. Понимаешь, у меня товарищи. Но ты не вешай нос. Нет, нет, не вешай. Да, малыш. Вот хочешь заработать 25 эры? 25 эры – это же слишком мало. Сейчас ведь такая дороговизна. Вот, например, как ты думаешь, сколько стоит 50-эровый стаканчик мороженого? 50-эровый? Я думаю, ровно 50 эры. Вот именно. Так что оставляй себе свои 25 эры. Я могу посидеть дома один и бесплатно. Ну, ай да малыш. Лапу, лапу давай, лапу. Я всегда говорил, что ты молодец. Вырастешь, так и быть, буду с тобой дружить. Он будет дружить со мной, когда я вырасту. А с кем мне дружить сейчас? И даже щенка нет. Вот так малыш остался дома один и при том совершенно бесплатно. Сперва малыш с грустью думал о щенке, которого у него никогда, конечно, не будет. Потом посмотрел на улицу. Там возились несколько больших мальчишек. Пока они дрались, малыш с интересом следил за ними. Но, к сожалению, драка быстро кончилась. И малышу опять стало грустно. Так грустно, что даже глаза начали слепаться. И тут малыш, конечно, вспомнил о Карлсе. Этот толстенький, веселый человечек так потешно махал своей маленькой рукой и приговаривал неприятности, пустяки, и дело житейское. Спокойствие, только спокойствие. Малышу стало еще грустнее. Привет, малыш. Привет, Карлсон. Откуда ты это взялся? Что? Я не понимаю. Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Да ведь ты исчез, и как раз тогда, когда тебе надо было познакомиться с моей мамой и папой. Почему ты удрал? Что такое? Нет, я в жизни не слыхал ничего подобного. Может быть, я уже не имею права взглянуть, что делается у меня дома? А? А? Хо-хо-хо-хо-хо. Хозяин обязан следить за своим домом. А как же иначе? А чем я виноват, что твои мама и папа собрались познакомиться со мной как раз в тот момент, когда я должен был заняться своим делом? А? Молчишь? Ну, то-то. Парам-па-парам-па-парам-па-парам-па-парам-па-парам-па-парам-па-парам-па-парам-па-парам-па. Ну что ж, тебе все еще не купили новые паровой машины? Нет. Ага. И никакой другой игрушки тоже не купили? Нет. И собаки не купили. А разве тебе нужна собака? Пожалуйста. Я могу тебе предложить одну. У меня наверху их тысячи. Лучший в мире собаковод, это я. Ой, Карлсон, милая, нельзя ли мне подняться с тобой на крышу? Мне так хочется посмотреть на твой дом, посмотреть на твоих собак. Ну что ж, пожалуйста, хоть сейчас летим. А я не умею. А это пустяки, дело житейское. Я тебя посажу на спину, раз, два, три, и полетим. А ты думаешь, у тебя хватит сил долететь со мной? А это неизвестно. Там видно будет, лишь бы только мотор не отказал. А вдруг откажет? Ведь тогда мы упадем. Безусловно, упадем. Но это пустяки, дело житейское. Ну как, летим? Летим. Все равно. Только подожди, я сейчас напишу записку маме, чтобы она не беспокоилась. Сейчас, сейчас, вот, я наверху у Карлсона, который живет на крыше. Вот, а то знаешь, ведь у мамы нервы. Ну, готов. А теперь нажимаем кнопку у меня на животе. Ну вот, слышишь, мотор гудит. Подожди, сейчас. Прыгай скорее мне на плечи. Вот так и летим. И можете себе представить, они действительно вылетели из окна и набрали высоту. Мотор тарахтел так ровно и надежно, что малыш ни капельки не боялся. Сделав небольшой круг, Карлсон приземлился на крыше. Малышу никогда не случалось бывать на крыше, но он не раз видел, как какой-то мужчина, привязав себя веревкой к трубе, счищал с крыши снег. Малыш всегда завидовал ему, а теперь внутри у него что-то сжималось, когда он переходил от одной трубы к другой. И вдруг за одной из них он действительно увидел домик. Очень симпатичный домик с зелеными ставеньками и маленьким крылечком. К домику была прибита дощечка, чтобы все знали, кто в нем живет. Карлсон, который живет на крыше. Этот вечер был прямо создан для прогулок по крышам. Начинало смеркаться, и все вокруг действительно выглядело очень красиво. Небо было таким синим, каким бывает только весной. Дома, как всегда в сумерках, казались какими-то таинственными. Внизу зеленел парк, в котором часто играл малыш. А от высоких тополей, растущих во дворе, поднимался чудесный острый запах листвы. Если бы люди знали, как приятно ходить по крышам, они бы давно перестали ходить по улицам. Что это? Кто-то плачет. Спокойствие. Главное, спокойствие. Может быть, это одна из моих собак? Идем скорее. Только бы нам не сорваться. Вставай на четвереньки, вот так, и поползем вдоль карниза. Скорей, скорее, скорее, вон к тому окну в мансарду. Это там кто-то плачет. Ну, дополз. Смотри в окно. Ребенок. Бедная малютка, как она плачет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ясное дело, заброшенный младенец. Вот что, лезь в окно, малыш. Сейчас. А ведь это чужая комната. Ну и что ж, чужая комната. А лучше будет, если ребенок будет плакать один. Лезь, говорю тебе. Спокойствие, малютка, спокойствие, спокойствие. Идет Карлсон, лучшая в мире нянька. А если придут ее родители? Ну и пусть приходят. Нечего им бегать, неизвестно где, когда малютка одна. Ну вот, теперь смотри. Сейчас она перестанет плакать. Ну? Плюти, 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 плюти. Ага. Вот, видишь, это волшебные слова. Их всегда говорят грудным детям, чтобы они перестали плакать. Вот так. Плюти, 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 плюти. Что такое? Плюти, 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 плюти... Ты слышишь, малютка, я ведь тебе говорю, плюти, 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 плюти... Не тряси её так, она боится. Дай-ка я лучше возьму её на руки. А-а-а, не плачь, не плачь, маленькая. А-а-а-а-а... Смотри-ка, Карлсон, она ловит мой палец. Она, кажется, хочет есть. Не страшно. Здесь на столе есть колбаса и картошка. Таких маленьких детей кормят, по-моему, молоком. Ты так считаешь? Что ж, я могу слетать за коровой. Хотя трудно будет протащить корову через такое маленькое окошко. Спокойствие. Главное спокойствие. Я вспомнил, где можно достать молока. Ну-ка, нажми мне кнопку на животе, малыш. Сейчас. Вот так. Привет. Я скоро вернусь. Только поскорей. Она ужасно голодная. Не плачь, не плачь, маленькая. Эх, сколько раз я просил маму и папу, чтобы мне подарили маленькую девочку, если уж не хотят дарить собаку. Вот у Кристера есть Афа и Гунила. А у меня? У меня нет никого. Привет. Привет, малыш. Вот тебе бутылочка с соской. Здорово, а? Где ты ее достал? На одном балконе. Там их сколько угодно. Ты ее просто стащил? То есть как это стащил? Я ее просто взял взаймы. Да, но... А это пустяки. Дело житейское. Ты можешь завтра заплатить. У тебя ведь есть деньги в копилке. Я их коплю на собаку? Ну что ж, пожалуйста, я могу унести молоко обратно. Нет, нет, нет. Надо накормить девочку. А за молоко я заплачу завтра. Ну вот. Ну вот она теперь наелась и будет спать. Ну, пойдем, Карлсон. Подожди минутку. Знаешь что? Давай сперва мы напроказничаем. Ну-ка, маленькая, держи, пожалуйста, вот этот кусок колбасы. Вот так. Зачем ты это делаешь? Нужно. Ребенка, который сам ходит и берет со стола колбасу, родители не решатся больше оставлять одного. Кто может предвидеть, что малютка захочет взять в другой раз? Может быть, папин воскресный галстук или мамину губную помаду. Ой, ой, сюда идут. Лезь скорее в окно, Карлсон. Спокойствие, главное спокойствие. Успеем. Ой, мы пропали. Ничего подобного. Мы уже на крыше. Карлсон, подожди меня. Прыгай, прыгай на соседнюю крышу. Ну. А, ой, ой, Карлсон. Ой, я падаю, падаю. Пустяки, дело житейское, а ты держись за желудок. Вот так. Теперь давай руку. Давай руку. Мам. Вот так. Ну, все в порядке. А интересно, падать, правда? Ой, нет. Страшно. Не хочу я больше ходить по крышам. Я хочу домой к маме. Постой. Что такое, что за шум там, на улице? А? Ой. Смотри, Карлсон. Там папа, мама, боссы, бэдин. Карлсон, а почему они все смотрят наверх? Как ты думаешь, а может быть, они ищут тебя? Ищут меня. Я же ведь им оставил записку. Знаешь что? Пожалуй, мне пора ложиться спать. Я больше не играю. Привет, малыш. Я домой. Как? Ты уже уходишь? Пора. Пора. Только смотри, не рассказывай никому, что я живу в домике за трубой. А то они будут вечно посылать за мной. Ведь я же лучший в мире трубочист. Ну, привет, малыш. Привет. До свидания. До свидания. Мама, папа, вы меня ищете? Стой! В твоей мести не жились. Слышишь, не двигайся с места. Сейчас я приставлю лестницу и сниму тебя с крыши. Должен вам сказать, что и папа, и мама, и Босса, и Беттон очень рассердились на малыша. Шутка ли? Забраться на крышу. Забраться на крышу. Это, это бог знает что. Просто безобразие. Безобразие. Зачем? Зачем ты это сделал? Ну, знаешь, не ожидал я этого от тебя. Ну, неужели ты не понимал, что мы будем волноваться? Или ты не знал, что мама будет огорчена? Я больше не буду. Только почему вы так беспокоитесь? Почему? А если бы ты упал с крыши? Если бы мы тебя потеряли? А вы бы тогда очень огорчились. А как ты думаешь, ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой? И даже за сто тысяч миллионов крон. Да, представь себе. Даже за сто тысяч миллионов крон. Значит, я так дорого стою? Да, действительно, дороговато ты обходишь. Конечно. Сто тысяч миллионов крон. Какая огромная куча денег. Послушай, папа. Что тебе, малыш? Не можешь ли ты мне сейчас дать пятьдесят крон? А зачем тебе пятьдесят крон? А я бы купил себе маленького щеночка. А, папа? Но ни папа, ни мама и слышать о ней не хотели. Опять эти разговоры о щенке? Честное слово, это так же невыносимо, как и разговоры о Карлсоне, который живет на крыше. А почему? Почему мне нельзя о нем говорить? Да, потому что ты сам отлично знаешь, что никакого Карлсона не существует. Да. Не существует? Кто же тогда влетает через окно ко мне в детскую? А у кого еще, скажите, пожалуйста, есть пропеллер на спине, а на животе кнопка, которую вот стоит так нажать, вот так вот? Знаем, знаем. Карлсон взбивается в воздух. Надоело. Надоело. Нет, нет, так дальше продолжаться не может. Этот Карлсон сведет меня с ума. Ну, мамочка! Ну, довольно, довольно. Вот что, скоро начнутся каникулы, и мы отправим малыша к бабушке. Вот, вот это будет самое лучшее. Вот, 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 вот. Надеюсь, что там Карлсон не будет его преследовать. Вот какой неприятный разговор произошел у малыша с папой и мамой. Уехать к бабушке. Правда, у бабушки в деревне очень хорошо, но ведь это значит, что малыш целых два месяца не увидит Карлсона. А вдруг Карлсон уже не будет жить на крыше, когда малыш вернется в город? Нет, нет, малыш просто не мог себе представить жизни без Карлсона. Печально отправился малыш в детскую, и знаете что? Карлсон, очевидно, почувствовал, что малыш его ждет. Привет, малыш. Привет, Карлсон. Ух, как хорошо, что ты прилетел. Знаешь, меня хотят отправить на все лето к бабушке. К бабушке? Ага. Ну что ж, а у меня тоже есть бабушка. Да, 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 да. И моя бабушка гораздо больше похожа на бабушку, чем твоя бабушка. Ага. А где живет твоя бабушка? Как где? В доме? А где же еще? А ты, небось, думаешь, что моя бабушка живет на улице и все время скачет, да? Малыш, к тебе пришли Кристор и Гунила. А это кто? Это мои товарищи. Только я на них сердит. Они говорят, что ты фантазия. Вот что, друг мой. Только утупить не бывает фантазии. Запомни это. Да, да, да. Ну, погоди. Сейчас я сыграю с ними штуку. Куда ты? В шкаф. Притвори-ка за мной дверцу. Сейчас. Карлсон, сиди тихо-тихо. Привет, малыш. Здравствуй, малыш. Здравствуйте. Мы пришли посмотреть на твоего друга Карлсона, который живет на крыше. Значит, вы все еще думаете, что я сочинил про Карлсона, который живет на крыше? Конечно. Но это просто фантазия. А вот Карлсон говорит, что фантазии не бывает только у тупиц. Ясно? А ну, идите-ка сюда. Идите, идите. Вот. Смотрите. Вначале Кристер и Гунила не заметили ничего, кроме висящей одежды. Но им совсем не хотелось оказаться тупицами. И они стали смотреть как можно старательнее. И тогда, представьте себе, они заметили на полке маленького толстого человечка. Он лежал, удобно примастившись, подперев рукой голову и покачивая правой ножкой. Его веселые голубые глаза сияли. Кристер, посмотри. Где? Что? Вечно у тебя фантазии. Ну, Кристер, но ведь фантазии не бывает только у тупиц. Тупо, смотри. О, кажется, там кто-то есть. Кто же это? Всего лишь маленькая фантазия. Да-да-да. Маленькая фантазия, которая лежит себе да отдыхает. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Это? 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 Карлсон, который живет на крыше. Конечно. А кто же еще? Уж не думаешь ли ты, что это старая фру Густавсон, которая 92 года незаметно пробралась сюда и разлеглась на полке в шкафу? Ха-ха-ха. Ой, Карлсон, да они просто одемели. Ну-с, а теперь я был бы не прочь немножко поразвляться. Придумаем что-нибудь, ведь я лучше на свете выдумщик. Может, пошвыряем стулья из окна. Не знаю. А что скажут твои папа и мама? Да уж, это знаете. Ага, ну, я вижу, вы трусы. Раз вам не нравится мое предложение, пожалуйста, придумайте что-нибудь другое. А то я с вами не буду водиться. Не сердись, Карлсон, мы сейчас что-нибудь придумаем, да? Вот возьму сейчас и улечу отсюда. Малыш, мы с папой сейчас уходим. Кристор и Гунила могут побыть у тебя до восьми часов. А потом ты быстро ляжешь в постель, хорошо? Хорошо, мама. А почему она не сказала, до какого часа я могу здесь быть? Так я не буду с вами водиться. А ты можешь здесь быть до скольких хочешь. А почему меня не выставят отсюда вместе со всеми? Нет, так я не играю. Ну, хорошо, Карлсон. Я попрошу маму, чтобы она тебя отправила в восемь часов. Ага, это другое дело. Малыш, мы ушли. Ушли. Ушли, ушли. А теперь мы можем бегать по всем комнатам. Ура! Гоняй, Гунила! Гоняй! Грячься! Грячься! Гунила, Гунила, а куда спрятался Кристор? А Кристор спрятался в передней. Тихо! Идите все сюда. Слышите? Что такое, что такое? Кто-то скребется. За дверью кто-то есть. А, это, наверное, воры. Ура, 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 ура. Это собака. Гунила, 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 открывайте быстрее. Сейчас. Давайте. Ой, какой славный, какой чудный щенок. Чей это, а? Это мой. Нет, не твой. У тебя нет собаки. А вот у меня там наверху тысячи собак. Лучший в мире собаковод, это я. А что-то я не видела у тебя никаких собак. Так их просто не было дома. Я же тебе говорил, что у меня летающие собаки. Все равно мой щенок лучше всяких летающих собак. Ух ты, милый песик. Песик. Теперь ты будешь мой, да? У тебя нет хозяина? А у него ошейник. А на ошейнике написано Альберг. Ха-ха, ясно. Это фамилия хозяина. Хозяина. А может быть, самого щенка зовут Альберг? Как бы не так. Ничего удивительного. У меня есть несколько собак по кличке Альберг. Эй, Альберг, Альберг. Вот видите, видите? Альберг, 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 иди сюда, иди сюда. А тут на ошейнике номер телефона. Конечно, у собаки есть личный телефон. Скажи ей, чтобы она позвонила домой и предупредила, что вернется поздно. Мои собаки всегда звонят по телефону, когда задерживаются. Альберг, Альберг, милый, иди сюда. Иди ко мне, иди, я тебя поглажу. Альберг. Нет, так я не играю. Ты все время возишься с этой собакой, а я тоже хочу чем-нибудь заняться. И мы тоже хотим. Мы тоже хотим. Ну, хорошо, хорошо. Ну, что мы будем делать? У меня предложение. Давайте устроим вечер чудес. Решили? Решили. Решили, решили. Вход на представление будет стоить одну конфетку. Решили? Решили, решили, решили. Да, да, да. И все конфеты пойдут на благотворительные цели. В пользу Карлсона, который живет на крыше. Решили? Ура, ура. Нет, нет. А, может быть, лучше... Нет, 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 мы решили, решили, решили. Иначе я не играю. Ну, хорошо. Решили. И так они решили, что все конфеты получит Карлсон, который живет на крыше. Кристер и Гунилла выбежали на улицу и рассказали всем детям, что наверху, у малыша, сейчас начнется большое представление, вечер чудес. И все, у кого было хотя бы пять эры, побежали в лавку и купили там входные конфеты. У двери в детскую стояла Гунилла, она отбирала у всех зрителей конфеты и клала их в коробку с надписью «Для благотворительных целей». Посреди комнаты Кристер расставил стулья для публики. Угол комнаты был отгорожен одеялом, и оттуда доносились шепот и собачий лай. Все были в нетерпении, ерзали на стуле, хлопали, все, кроме мальчика по имени Кирре. Этот Кирре вечно был чем-нибудь недоволен. Ну, что нам здесь будут показывать? Если какую-нибудь чепуху, я потребую назад свою конфетку. Тише ты! Не мешай! Начинается! Почтенная публика! Сейчас вы увидите лучшего в мире фокусника и ученую собаку Альберг! Итак, выступает лучший в мире фокусник! Смотрите! Все стали смотреть, и все увидели фокусника. Все, кроме мальчика Кирры. Что это такое? Что это за глупые фантазии? Фантазии, мои милые, не бывает только у тупиц. Это всем известно. Не хочешь с нами играть? Уходи! Вот тебе твоя конфетка, и уходи, пожалуйста, не мешай. Но Кирре не хотелось уходить, и кроме того, ему, как и всем остальным, совсем не хотелось быть тупицей. И он сейчас же увидел знаменитого фокусника Карлсона, маленького веселого человечка с кнопкой на животе и пропеллером за спиной. На плечах у фокусника был накинут плащ, мамин клетчатый фартук, а на голове старый папин цилиндр. Вот и я! Я пришел, я пришел! Привет, друзья мои! Скажите мне, пожалуйста, что это такое? Цилиндр! Правильно, цилиндр. Прошу убедиться, что в цилиндре ничего нет. Абсолютно ничего. Убедились? Да! Ничего нету. Прекрасно! Итак, здесь ничего нет, и никогда ничего не будет, если вы не положите сюда по конфетке. Попрошу класть конфеты. Прошу. Пожалуйста. Прошу. Вот так. Жульничество. Тихо ты, опять мешаешь. А теперь, друзья мои, перед вами выступит ученая собака Альберг. Она умеет делать все. Звонить по телефону, летать, печь булочки, разговаривать и поднимать ножку. Ерунда! Любой щенок сделает такой фокус. Вот пусть этот Альберг немножко поговорит. Это будет потруднее. Труднее. Пожалуйста. Альберг. Альберг. Разве тебе трудно говорить? Нет. Мне трудно говорить, только когда я курю сигару. Дети прямо подскочили от изумления. Казалось, говорил сам щенок. Но малыш все же решил, что за него говорит Карлсон. И он даже обрадовался этому, потому что он хотел иметь обыкновенную собаку, а не какую-то говорящую. Так. А сейчас Альберг будет прыгать через обруч. Ха! Алло! Пусть еще поговорит. Пожалуйста. Милый Альберг, не можешь ли ты рассказать нашим друзьям что-нибудь из собачьей жизни? Охотно. Позавчера вечером я ходил в кино. Ага. Ходил в кино? Да. Прекрасно. И рядом на стуле сидели две блохи. Две блохи. Это интересно. Ну? Ну? И когда мы вышли на улицу, одна блага сказала другой. Ну? Что нам делать? Пойти домой пешком или поехать на собаке? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Замечательно умный, правда? Ага. А сейчас Альберг будет танцевать вальс. Вальше! Альберг! Ха-ха-ха! Ау-ха-ха! 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 Вы какой-нибудь? Ау-ха! Ау-ха-ха! А пускай он лучше испечет булочку. Пожалуйста, милый Альберг, ты испечешь булочку? Да, не могу. Почему? Потому что у меня нет дрожжей. Замечательно умный пес. А тогда пусть полетает. Для этого дрожжей не нужно. Прекрасно. Альберг, ты полетаешь? Пожалуйста, если ты полетишь вместе со мной. Я обещал маме не летать без взрослых. Ну что ж, тогда иди ко мне, мой маленький Альберг. Одной рукой Карлсон огнил щенка, другой подхватил коробку с конфетами и секунду спустя Карлсон и Альберг уже летели. Сперва они поднялись к потолку и сделали несколько кругов над лампой, а затем вылетели в окно. Карлсон! 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 Куда ты? Лети назад! Привет, друзья мои. Я отправляюсь домой ужинать. А моя собака? А я пущу ее на землю, там за ней пришел ее хозяин, Стефан Альберг. Кто пришел? Какой хозяин? Это моя, это моя собака! Карлсон! Карлсон! А потом малыш услышал с улицы голос Стефана Альберга, Бобби, наконец-то я тебя нашел, а затем Стефан Альберг ушел и унес щенка. Бедный малыш! Опять он остался без собаки. Это было вечером, а на другой день, утром, едва проснувшись, взъерошенный мальчуган пришлепал босиком к маме на кухню. Папа уже ушел на службу, а босса и бетон в школу. У малыша уроки начинались позже, и это было очень кстати, потому что он любил оставаться вот так по утрам вдвоем с мамой, пусть даже ненадолго. Хотя малыш уже большой мальчик и ходит в первый класс, он с удовольствием сидит у мамы на коленях, но только, конечно, если этого никто не видит. Мама обняла малыша и нежно прижала его к себе. Бедняжка малыш, мама просто вспомнить не могла, как горько плакал он вчера вечером, лежа в своей кровати. Дорогой мой мальчик, тут уж я ничего не могла поделать, сынок, раз собака чужая, ее надо было отдать хозяину. Конечно, мама, я понимаю. Ну вот, милый. А своей собаки у меня никогда не будет. Ох, малыш, ты же знаешь, что папа этого не хочет. Да, я знаю. А у Босса будет собака? Ну, я не знаю, малыш. Может быть, когда он вырастет, может быть, и будет. Ах так, да. А когда он совсем вырастет, мне отдадут его собаку? Я не понимаю, почему? Ну, как же, мама, ведь когда же Босса немножко вырос, получил же я его старый велосипед, его старые лыжи и коньки, на которых он катался, когда был таким, как я. Ах, вот в чем дело. Ну да, донашиваю я его старые ботинки, брюки и все остальное. Может быть, можно и собаку? Ну, это будет еще так нескоро, малыш. А сейчас тебе уже пора одеваться, дорогой, а то ты опоздаешь в школу. Ох, 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 ясно. Стоит мне только заговорить о собаке, как ты заводишь разговор о школе. И все-таки в тот день малышу было приятно идти в школу. Ведь это был последний школьный день. Завтра уже начинались каникулы. И потом завтра должно было произойти еще одно важное событие. Малышу исполнялось восемь лет. Удивительно, как много времени проходит между днями рождения. Ну, почти столько же, сколько между рождественскими праздниками. Да, как долго малыш ждал дня своего рождения. Почти с того дня, как ему исполнилось семь. Вечером малыш, как всегда, сидел в детской у открытого окна. Медленно раскачивались белые занавески, Словно здоровые с маленькими бледными звездами, Только что появившимися на чистом небе. Глаза у малыша слепались. И, как всегда, в такую минуту он вспомнил о Карлсоне. О том самом Карлсоне, Что жил в маленьком домике на крыше И передвигался по воздуху С помощью хитроумного пропеллера за спиной. Привет, малыш. Карлсон! Ой, Карлсон! Завтра день моего рождения. Ко мне придут в гости Криста Рагунила И нам накроют стол в детской. Мне бы очень хотелось пригласить и тебя, Но ты ведь знаешь, что мама так сердится, Когда я тебе говорю. Она же думает, что я тебя выдумал. Выдумал или не выдумал, А я не буду с тобой водиться, Если ты меня не позовёшь. Я тоже хочу в гости. Ну, Карлсон! Хорошо, приходи. Я поговорю с мамой. Будь что будет, А я не хочу без тебя праздновать. Вот это другое дело. Скажи, пожалуйста, А чем нас будут угощать? Чем? Ну, конечно, сладким пирогом. У меня будет именинный пирог, А на нём будет восемь горящих свечей. Ведь мне же исполнится восемь лет. Ага. У меня есть предложение. Нельзя ли попросить твою маму Приготовить нам вместо одного пирога С восемью свечами Восемь пирогов с одной свечой? Восемь? Не думаю, чтобы мама согласилась. Так. А подарки ты получишь хорошие? Хм. То, чего я хочу больше всего на свете, Мне всё равно не получить. Ну, собаку-то мне не подарить никогда в жизни. Поэтому я решил весь день Совсем не думать о собаке. А зачем тебе собака? Зачем тебе собака, Когда у тебя есть я? Если ты получишь коробку конфет, Ты же можешь её мне подарить, А собаке ведь ты её подарить не можешь. Хорошо, я тебе отдам конфеты. Ну вот, это другое дело. Карлсан, Уже поздно. Мне мама велела ложиться спать. Спокойной ночи, Карлсан. Спокойной ночи, малыш. Да, было уже поздно, И малыш поскорее лёг в постель, Чтобы не проспать день своего рождения. Субтитры подогнал «Симон» Проснувшись на следующее утро, Малыш лежал в кровати И ждал, чтобы поскорее отворилась дверь. Все вошли к нему в комнату И принесли именинный пирог И другие подарки. Минуты тянулись мучительно долго. У малыша даже живот заболел от ожидания. Тише. Он, наверное, ещё спит. А я убеждён, что он давно проснулся. Малыш! Доброе утро, мама! Я же говорил, что проснулся. Мальчик мой, поздравляю тебя. И я поздравляю, поздравляю, сынок. Ну-ка, держи-ка. Держи, держи. Спасибо, папа. Так, один, раз, два, три, четыре. А в прошлом году Почему-то было пять свёртков? Не обязательно все подарки получать утром. Ведь будет ещё длинный день. Ещё будет именинный пирог с горящими свечками. И потом боссы и Беттон тоже тебе что-то приготовили. Они придут попозже. Понятно. Так, коробка с красками, книги, новые штаны. Ой, игрушечный пистолет. Спасибо, папочка. Спасибо большое. Ой, мамочка, какие вы милые. Мама, можно я выстрелю разочек? В комнате. Ну, ничего, ничего, один раз. У него же сегодня день рождения. Подумай. Восемь лет назад ты появился на свет вот таким вот крошкой. Ах, как быстро идёт время. Помнишь, какой дождь хлистал в тот день в Стокгольме? Да, 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 да. Мама, а я родился в Стокгольме? Конечно. Но ведь боссы и Беттон родились в Мальме? Да, в Мальме. А ты, папа, родился в Гетеборге. Ты мне говорил, да? А я гетеборгский мальчишка. А ты, мама, где родилась? В Эскельстуне. Фу, какая удача, что мы здесь все встретились. Мамочка, как я тебя люблю. Можно я ещё разочек выстрелю, а? Ну, вау. Ну, ничего, ничего. У него же сегодня день рождения. Да, у него день рождения. И мне нужно накрывать на стоп. Я накрою здесь. Вставай, малыш. Вставай, вставай, малыш. Вставай, вставай, вставай. Вставай, вставай, вставай. Ну, а мне пора на работу. Ну, до свидания. До свидания, папочка. Мама, мамочка, ты здесь будешь накрывать на стол? Да, малыш. Поставь, пожалуйста, розовые чашки. Они самые красивые. Я их уже приготовила. А тут только три. Нужно четыре. Почему четыре? Ну, увидишь ли, он тоже собирался прийти ко мне на день рождения. Кто? Карлсон, который живет на крыше. Ох, ты все еще носишься с этой детской фантазией. Но трудно поверить, что тебе исполнилось восемь. Ну, да уж ладно. Раз сегодня день твоего рождения, пусть приходит. Ура! Опять? Кончится тем, что я отберу у тебя пистолет. Ну, не сердись, мамочка, не сердись. У меня сегодня день рождения. Ну, ладно, ладно, я сейчас приду, не сердись на него, мамочка. Как-никак у него все-таки день рождения. Ну, малыш. Вы принесли подарок, да? Да. Да. Только сперва прочти стихи, которые здесь приклеены. Хух, целое стихотворение. Ну и что, оно же написано печатными буквами. Да еще какими крупными. Ну, ладно, хорошо. Так и быть, я тебе сама прочту. Брат и сестра тебе дарят собаку. Она не вступает с собаками в драку. Не лает, не прыгает и не кусается. Ни на кого никогда не бросается. И хвостик, и лапы, и морда, и уши у этой собаки из черного плюша. Ну, что же ты молчишь? Развяжи теперь сверток. Что ты, малыш? Ну, не надо. Ну, не плачь, малыш. Малыш, мы же хотели только пошутить. Пошутить? Ну, неужели ты не понимаешь, малыш? Ну, перестань. Вы же знали, вы знали, что я мечтал о живой собаке. Всю жизнь мечтал, а вы, вы шутите. Здравствуйте меня так ужасно. Малыш бросился на кровать. Боссы, Беттон и мама подошли к нему, но малыш не обращал на них никакого внимания. Он весь трясся от плача. Мама решила пойти позвонить папе. Малыш заплакал еще сильнее. Зачем? Что в этом толку? День рождения был испорчен, и ничто уж не могло тут помочь. Лучше всего сейчас умереть. Пусть тогда боссы и Беттон возьмут себе плюшевого щенка. Пусть вечно помнят, как они были несправедливы к своему маленькому брату. Пусть знают, как они обидели его в тот день рождения, когда он был еще жив. Малыш слышал, как мама пошла звонить по телефону, но продолжал плакать. Слышал, как папа вернулся домой, но продолжал плакать. Нет, никогда малыш теперь уже не будет больше веселым. Малыш! Малыш! Послушай, малыш, тут тебя кто-то ждет. Ты что, не слышишь, что тебя здесь ждет один приятель? Ну и пусть Кристор, наверное. Нет, того, кто тебя ждет, зовут Бимбо. Не знаю я никакого Бимбо. Возможно, но он очень хочет с тобой познакомиться. Посмотри, вот он! Что? Нет, нет, нет. Это опять, наверное, одна моя фантазия. Нет, малыш. Погодите. Это... Это что? Собака? Живая собака. Да, это собака. Твоя собака. Это моя живая собака. Ой, папочка, папочка, мне не снится. Она сейчас не исчезнет, не улетит. Бимбо! Бимбо, Бимбо! Малыш держал Бимбо на руках, а тот лизал ему щеки, громко тявкал, обнюхивал уши. Малыш был так счастлив, что у него заныло где-то внутри, то ли в душе, то ли в животе. Он просто представить себе не мог, что один день может принести с собой столько счастья. Тут малыш вдруг вспомнил, что с минуты на минуту должны прийти Гунила и Кристор. Мама, они сейчас узнают, что у меня есть собака. Моя. Самая моя. Да ещё самая растрекрасная в мире. Ой, мамочка, а можно мне будет взять с собой Бимбо, когда я поеду к бабушке на лето? Ну, конечно, малыш. Ты повезёшь её вот в этой маленькой корзиночке. Видишь? Я её специально для этого приготовила. Ой, какая! Можно найти? Можно? Входите, дети. Здравствуйте, Фрус Пантисон. Здравствуйте. Здравствуйте, дети. Здравствуй, малыш. Здравствуй, Гунила. Здравствуй, малыш. Здравствуй, Кристор. Мы пришли тебя поздравить. Поздравляем тебя, малыш. Спасибо. Гунила, Кристор, смотрите, мне подарили собаку. Ой, какая она миленькая. Да. А как её зовут? Её зовут Бимбо. Почти такая же, как моя Афа. Ну, немножко только похожа. Ты что? Она гораздо лучше твоей Афы. Ну, знаешь, это как сказать. А, по-моему, она очень миленькая. Дети, дети, не спорьте. Садитесь-ка лучше к столу. Вот здесь бутерброды, вот печенье, вот сладкий пирог. Сейчас я вам налью по чашечке шоколаду. Спасибо. Мамочка, а мы не будем ждать Карлсона? Карлсона? Нет, я думаю, не стоит. Может быть, он и не придёт. А маленький Бимбо хочет кушать. Надо ему тоже дать кусочек пирога. Да, малыш, обязательно. Да, ага. Сейчас. Босс и Бетон, пойдёмте, не будем им мешать. Хорошо, мамочка. Малыш, только смотрите, оставьте и нам с Бетон сладкого пирога. Да, малыш, обязательно. Ну, ладно, ладно. Уж оставлю вам по кусочку. Хотя, по правде говоря, это несправедливо. Ведь вы столько лет ели сладкие пироги, когда меня ещё на свете не было. Только смотри, чтобы куски были большие. Да, малыш. Хорошо, хорошо, дети. Пойдёмте. Идём, мамка. Ну, идите, идите. Привет. Карлсона. Карлсона. Что такое? Что такое? А? Вы уже сидите за столом? Наверное, вы уже всё съели? Да. Не беспокойся, Карлс. Не беспокойся. Да на столе ещё полным-полно угощения. Карлсон, а разве ты не хочешь поздравить малыша с днём рождения? Как не хочу? Конечно, хочу. Поздравляю. А где мне сесть? Вот здесь. Вот тут. Вот. А почему мне не поставили чашки? Нет. Нет, я так не играю. Я так не играю. А ты пей из моей. Я уже больше не хочу. Ага. Ну, это другое дело. Отлично. А конфеты тебе подарили? Да. Целую коробку. Так почему же ты молчишь? Ты же обещал их мне. Давай скорее. Сейчас. На. Вот так. Ну, а теперь скорее за стол. Пожалуйста. Ты знаешь, я просто счастлива, что малыш получил наконец собаку. Конечно, с ней будет большая возня, но что поделаешь? Да, теперь-то уж я уверен, он забудет свои глупые выдумки про этого Карлсона, который живёт на крыше. Я надеюсь. Давай пойдём посмотрим на них. Они такие милые эти ребята. Ну, что ж, давай пойдём. И папа с мамой вошли в детскую. Мама! Папа! Как удачно вы пришли! Смотрите, вот Карлсон, который живёт на крыше. Наконец-то вы с ним познакомитесь. Малыш со счастливой улыбкой смотрел на маму, а мама с папой растерянно переглянулись. Видели ли они Карлсона? Этого я не могу вам сказать. Может быть, и нет. Ведь взрослым нелегко увидеть то, что видят дети. А может быть, и да. Ведь мама с папой очень любили своего малыша и хотели, чтобы он был доволен и весел. И тогда мама сказала папе. Давай уйдём отсюда. Пожалуй, мы им мешаем. Да, пожалуй. И с тех пор никто никогда больше не слышал от малыша ни одного слова о Карлсоне. И именно потому Карлсон продолжает жить в своём маленьком домике, о котором никто ничего не знает, хотя домик этот стоит на самой обыкновенной крыше, самого обыкновенного дома, на самой обыкновенной улице в шведском городе Стокгольме. Поэтому Карлсон до сих пор спокойно гуляет, где ему вздумается, и проказничает, сколько хочет. Ведь всем известно, что Карлсон самый лучший проказник в мире.